Друзья, если вы хотите увидеть в будущих видео про рыбалку ваши фотографии с трофеями, присылайте их на почту которая указана в описании под видео. С наступлением осени, а к началу ноября особенно, налим переходит на активный образ жизни, он готовится к зиме. Рыболовы знают, что ловля налима в ноябре практически всегда завершается успехом. Но считать, что рыба сама попадется на удочку и можно ничего не делать – это ошибка. К рыбной ловле всегда надо готовиться. И снасти, и наживка, выбор места и собственная экипировка – отнюдь не пустяки. Налим считается единственным представителем тресковых, средой обитания которого является только пресная вода. Эта рыба по праву называется холодолюбивой, поскольку она проявляет активность только когда температура воды не поднимается выше 10 градусов. Поэтому ее практически невозможно ловить летом. Зато прохладная и ненастная погода, напротив, является самым благоприятным временем. Поэтому налим в ноябре ловится с завидной активностью. Сплюснутая широкая физиономия, большая пасть, маленькие нахальные глаза и удлиненный ус. На подбородке – вот как выглядит эта рыба. Налим промышляет в основном ночью, причем по мутной воде. В темное время суток он, тщательно ощупывая дно своим достаточно чувствительным усом, непомерно разевает свою широкую пасть и легко заглатывает червей или лягушек, не гнушаясь даже дохлыми рыбешками. Налим – это рыба без чешуи. Он покрыт неприятной мыльной слизью, поэтому рыбаки знают, как его бывает трудно удерживать в руках. Этот представитель тресковых упруг, он извивается и изворачивается, пытаясь вырваться из ладоней. Ведь недаром о нем сложено выражение «скользкий», как налим. Удерживать его возможно лишь взяв за жабры. Практически все любители осенней и зимней тихой охоты знают, что самой удачливой бывает ловля налима в ноябре. У этой рыбы белое и очень нежное мяско, но особенно ценится его поистине громадная печень. Рыбалка в ноябре – прекрасная, время для ловли налима. Именно этот месяц является тем временем, когда можно отправляться на водоем за этой рыбой целенаправленно, поскольку в этот период он ведет наиболее активный образ жизни. Клюет практически на любую наживку. Но, несмотря на это, к рыбалке на эту хищную рыбу нужно заранее готовиться. Ловля налима в ноябре предполагает наличие особых знаний и навыков у рыболова. Несмотря на большую активность этой рыбы, у тех, кто отправляется за ней на водоем, должны быть правильно подобраны и подготовлены снасти и определено место его обитания, где ловится ноябрьский налим. Рыбалка будет успешна, если в первую очередь подбирать правильное место. Когда температура воды спускается ниже 6 градусов, ненадолго перестает клевать бель. В это время молодняк впадает в некое оцепенение, поэтому становится более доступным для хищников. Видимо, потому природа и распорядилась, что налим в ноябре переходит на жор. В конце осени он выбирает те точки, где есть достаточное количество корма. Как правило, его вниманию достаиваются ночные стоянки мелких рыбешек. Обычно ближе к ночи они перебираются поближе к ручьям, со слабым течением. При этом в стоячих водоемах они обычно держатся неподалеку от береговых бравок. С понижением температуры, налим в ноябре тоже перемещается в прибрежную зону, покидая русло, ямки и коряжники. В водоемах, где быстрое течение, он выбирает те точки, где слабая обратка. Не по душе этой рыбе те участки, дно которых скрыто под илом или под густой растительностью. Опытные рыбаки знают, как ловить налима в ноябре. Они находят эту рыбу методом проб и ошибок, забрасывая снасти на разном отдалении от берега и на разных глубинах. В каком месте следует поклевка, именно туда и нужно впоследствии устанавливать снасть. Причем на данном участке несколько лет подряд, может осуществляться достаточно удачная ловля налима в ноябре. Способы ловли. Снасти для этой рыбы лучше подойдут донные. Иногда ее ловят на закидушке. Эта примитивная снасть закрепляется заостренными колышками с мотовильцами. Леску для нее лучше брать с диаметром в 0,4 миллиметра. Она достаточно прочна и будет выдерживать зацепы, которые случаются довольно часто. В то же время эта мононить не очень сильно выгибается под воздействием течения. Надо сказать, что все способы ловли налима многочисленны. Каждый рыболов выбирает тот, который ему более всего подходит. По мнению многих, классической считается именно донка. При этом бывалые рыболовы изготавливают сразу несколько штук, используя скользящие грузилы и леску в ноле целых 0,3 миллиметра. Крючки при этом лучше брать одинарные, поскольку двойные и тройные для этой рыбалки не будут целесообразны. Ведь добыча всегда очень глубоко заглатывает наживку, поэтому в дальнейшем снимать его с тройного крючка крайне проблематично. Лучше всего донной снастью налим в ноябре ловится в хмурые и ненастные дни, желательно, чтобы были небольшие осадки. Зачастую добычей рыболова становится еще не половозрелая особь, не дошедшая до возраста двух лет. Спортивного интереса такой налим не представляет, поскольку он малоподвижен, и для него характерна слабая сопротивляемость. Зато взрослый ночной хищник достаточно силен. При вываживании он может проявить недюжинное упорство. Поэтому опытные рыбаки знают, что не следует вытягивать налима в верхние слои воды, поскольку он имеет неприятную привычку кувыркаться, и очень часто ему удается сходить с крючка или обрывать леску. По отношению к своим сородичам из семейства тресковых, этот пресноводный представитель – большой каннибал. Очутившись в садке, пусть даже с поврежденной пастью или разорванной глоткой, он всегда жадно набрасывается на мелких рыбешек и начинает их пожирать. Вот потому его лучше сажать на отдельный, причем не длинный кукон. Наживка. Налим в ноябре лучше всего клюет на такую наживку, как живец. Самыми удачными при этом у опытных рыболовов всегда считались пескарь и орш, поскольку они, как и самодобыча, ведут только донный образ жизни. Именно поэтому такая наживка не вызывает у хищника опаски и настороженности. Кроме такого живца, клев налима в ноябре можно обеспечить используя и мелких лягушат, зацепляемых крючком за задние лапки. Благодаря такому незамысловатому приему такая квакающая наживка сможет длительное время сохранять хорошую активность. Далеко забрасывать донку необходимости не возникает. Как правило, налимы кормятся метрах в 20 или 25 от берега, поэтому плавный заброс с несильным ударом грузила обводу станет гарантией сохранности насадки на крючке. Помимо пескаря или ерша, в качестве наживки отлично подойдут и мелкая платва или полосатый бандит. Кроме того, налим в ноябре с одинаковым успехом клюет и на окрашенные фосфорисцирующими красителями дендробины, и на выползков, и на навозного червя. А если получилось так, что добыть живца не представляется возможным, можно купить в продуктовом магазине салаку или свежемороженую кельку и на них ловить. Опытные рыболовы знают, что поклевки этой хищной рыбы бывают практически незаметны. Они больше напоминают слабые потяжки. При вываживании налим, как уже сказано, начинает вести себя достаточно резво, за свою жизнь неотчаянно борясь. Его поклевки в ноябре нередко могут продолжаться всю ночь, прерываясь только на небольшие интервалы. Вычислить эту хищную добычу с помощью эхолота бывает практически невозможно, поскольку она предпочитает перемещаться по самому дну, периодически замирая и выдерживая значительные паузы. С помощью эхолота рыбаку удастся изучить рельеф грунтовыбранного водоема, что при этом видеть их охоты тоже немаловажно. Ловится налим вплоть до самого ледостава. Только с его наступлением поклевки значительно ослабевают, поскольку рыба начинает готовиться к нересту. По холодной воде нужно переходить на осеннюю оснастку, предназначенную именно для ловли налима. Это маленькие крючки, на которые можно насаживать живца, а также поводок, имеющий длину не менее 50 см. Именно эта внушительная длина не так сильно настораживает эту хищную, очень осторожную, хотя и неповоротливую рыбу. Кроме того, с таким поводком и при вываживании будет больше шансов для успеха, и сама добыча пойдет спокойнее, и все препятствия, которые лежат на дне, будет намного легче обходить. А еще поводок длины в 50 см позволит рыболову более расторопно среагировать на поклевку, поскольку при лове на легкую кормушку налим редко сам подсекается. Поэтому надо успеть вовремя подсечь, а с коротким вариантом это сделать будет очень непросто. Бывалые рыбаки знают, что поклевка с коротким поводком получится слишком жесткой. Основную леску лучше брать с диаметром в ноле целых 1,1 мм. Лучше, если это будет плетеный шнур. Собираясь на ловлю налима в ноябре, рыбаку нужно быть полностью экипированным, поскольку ему не раз придется входить в холодную воду, чтобы решить проблему зацепов. Да, кстати, теперь я добавил ссылочку под видео всеми любимого магазина, Декатлон. Тут и товары для рыбалки и все для путешествий. Короче зацените. Ну и естественно ссылочки на лучшие рыболовные интернет-магазины тоже есть. Удачи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова